Детское радио представляет Знакомьтесь, музыка Осторожно, двери закрываются Следующая остановка Детская музыкальная школа Уважаемые пассажиры Своевременно оплачивайте проезд На линии работает контроль Прислушайся, дорогой читатель Музыка, она везде Нужно только, только нужно Просто надо Ну же, муза Мелодиевна Никак не сосредоточится Троллейбус дальше не пойдет Просьба освободить салон Чего? Когда же поедем? Что случилось? Чего-чего? Провода вон оборвались Я же билет купила Ждем аварийку А вы что же? Женщина, не задерживаемся, выходим Голубчик, никак не могу Мой ревматизм Лучше я подожду Пока починят провода Так говорю ж, до вечера может просидим А остановка-то вон она Боюсь, пешком не доберусь Эх, что ж за работа-то у меня Вот ведь Ой-ой-ой, ишь, разъездились А я сиди тут как пришитый Что ж вы так убиваетесь, дружочек? Да обидно Водил бы такси и летал бы, как на истребителе Вон автобус, и то свобода Куда хочешь, едешь А тут Зависеть от каких-то проводов, веревок Будет ток, не будет тока Порвутся, не порвутся Тьфу, глупо Вы несправедливый друг мой Не вы один, как вы выразились Зависите от веревок Очень много есть прекрасных профессий Которые, можно сказать, держатся на волоске Например, скрипач Он же тоже, можно сказать, полностью зависит от четырех своих струн Да от конского волоса, натянутого на смычке Эти нити куда тоньше и капризнее ваших проводов И ничего, скрипачи довольны? Ну да, ежели у скрипки струны порвутся, особо не разыграешься Но говорю же, музыканты не унывают Великий Николо Паганини специально для такого случая написал знаменитые вариации для четвертой струны То есть, при исполнении этой музыки скрипач использует не все четыре струны, а всего одну Эдакая шутка гения Неужели на одной всего струне играет? Ха, лихо Жаль, троллейбус на одном проводе не может Эх, душевный инструмент скрипочка И чего ее скрипкой назвали, вот не пойму Она же не скрипит вроде Слыхал по радио звук такой плавный, звонкий Ха-ха-ха-ха Так по радио выступал какой-нибудь виртуоз Послушали бы, как играют первоклассники в музыкальной школе Добиться от скрипки певучего, мелодичного звучания Ой, как непросто, на это уходит не один год Но на самом деле до скрипки в России существовал похожий струнный инструмент Так вот, его название гудок кажется мне более точным Ха-ха-ха, гудок, да такое название дудки скорее подходит Вот это имя инструмент получил от того, что когда вели по струне смычком Струна начинала издавать такой особый звук Как говорили, густи Гусли, кстати сказать, от того же слова Мне тоже признаться, больше по душе итальянское название скрипки Виолино Да-да, ишь, махонькая, деревянная, а как птичка поет А знаете, голубчик, разумеется, лучшие скрипки в истории изготовлены из дерева Но существует на свете, например, и несколько совершенно уникальных каменных инструментов Да на них играть-то, небось, нельзя А они не дурно звучат Это ж не каменная глыба А вполне себе настоящий инструмент Толщина стенки всего не более двух с половиной миллиметров Очень любопытно Шведский скульптор Ларс Виден Фальк Однажды заметил, как красиво может петь камень, когда стучишь по нему молотком Вот верно, когда в подворотне банку консервную кинешь, ну, к примеру, как колокол прям звенит Именно, камень чудесно резонирует И Ларс Виден Фальк создал скрипку «Черный дрозд» По рисункам и чертежам великого скрипичного мастера Антонио Страдивари Страдивари? Ну, слыхал, его скрипки самые дорогие Ну и вообще, звучные А кстати, недавно выяснилось, что некоторые современные инструменты звучат не хуже, чем те, что изготовил великий Антонио Да что там? Было проведено такое своеобразное состязание Специалисты слушали голоса скрипок, не зная, какой именно инструмент звучит Исполнители были скрыты И что вы думаете? Скрипки Страдивари заняли последние места Хотя, конечно, это дело вкуса А все говорят, раньше умели дело, секреты знали Я вон в кино каком-то видал, что мастер дерево для скрипок знаете где брал? В церкви Скамейки старые распиливал и из них вытачивал Вроде там, в церкви, дерево становится каким-то, ну не знаю, волшебным что ли Так насчет особого дерева Каменная скрипка «Черный дрозд» звучит не хуже иных деревянных И весит она, кстати, ненамного больше Да хватит меня уже разыгрывать, каменная скрипка, скажете? Да вот, вот послушайте, как она звучит Я не обманываю? Ты смотри-ка, правда каменная скрипка? И откуда вы все это знаете? Голубчик, я столько лет в музыкальной школе преподаю Кстати, позвольте отрекомендоваться Зауч Муза Мелодиевна Фанеркина А я Федор Степаныч Так вы что же про всякие инструменты все-все прям знаете? Ну и не все, но кое-что А можно я это спрошу? Ну, понимаете, мальца своего хотел в школу музыкальную отдать Ну, не знаю, ну пускай поучится, верно ведь? Разумеется, Федор Степаныч Занимаясь музыкой Ребенок получает массу полезных навыков У него улучшается память Координация движений Он начинает быстрее соображать Да и характер, знаете ли, закаляется Ежедневные музыкальные занятия Это, ах, как нелегко Вот характер, это хорошо Опущай, закаляйся Хлюпиком зато не вырастет Вот какой бы инструмент ему, а? Слух вроде есть у парня Но это ясно дело в меня Я в школьном оркестре солистом был Да, на ложках Емщик, не гони лошадей Мне некуда больше спешить И мне некого больше Дивно, голубчик Но если у вашего сына действительно Нет проблем со слухом Я бы рекомендовала именно скрипку Королеву оркестра Да и для укрепления характера Самый подходящий инструмент Прежде чем начинающий скрипач Начнет исполнять что-то Хотя бы отдаленно напоминающее музыку Ему придется изрядно помучиться О чем мучиться-то? Вон, бери, да играй себе Ну и что, что сперва, как вы сказали Не особо красиво выходит Зато потом А я вообще не о звуке говорю Этот инструмент Самый неудобный для человека Несколько недель, а то и месяцев Уходит у ребят только на то Чтобы научиться правильно держать скрипку Затем надо приноровиться к смычку Поначалу болит все Спина, шея, руки, которые все время на весу А пальцы Тоже болят? Огнем горят Струны-то, голубчик, из металла Зато уж, когда руки привыкнут Из такого пальчика Даже анализ крови взять будет Ой, как нелегко Ну ладно У меня тоже руки болели Когда я за руль троллейбуса сел Но парень-то у меня крепкий Весь в меня Может, какой покрупнее Ему инструмент посоветуете? Маленькая, хрупкая скрипка И сломает, чертенок Хотя, видал я Разные они Одни поменьше А другие, вроде, побольше Скрипка, которая Как вы изволили выразиться Побольше Называется Альт, голубчик И этот инструмент Сильно отличается от скрипки Чем это? Альт имеет совсем другой строй Ну, то есть Все ноты у Альта Находятся, скажем так Совсем в других местах Нежели у скрипки И потом Вообще, голубчик, мне кажется Что Альт Это как бы выразиться Незаслуженно обиженный инструмент И кто же его обидел? Звук его Похож на человеческий голос Он гораздо теплее, богаче Сочнее, чем у скрипки Но Очень редко Альтистами становятся Что называют По зову сердца Обычно На Альт переводят тех Кто не очень хорошо Справляется со скрипкой Вы знаете В музыкальных школах Ведь даже не учат играть на Альте Да Просто Нет класса Альта Играть на этом инструменте Начинают только В музыкальном училище Впрочем Альт великоват И неудобен для детской руки Но 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 обидно Это что же выходит Те, кто на Альте играет Это неудавшиеся скрипачи? И вы туда же Уважаемый Федор Степанович Вовсе не так Но Но верно одно Все альтисты Когда-то учились Играть на скрипке Знакомо вам имя Юрий Башмет Этот музыкант Играет И на скрипке И на Альте Более известен он Правда Именно как альтист Так вот Юрий Башмет Утверждает Что Это Два Абсолютно Разных Инструмента Имеющих совершенно Разные характеры И И даже сравнивать Их невозможно Глупо Вот Сами послушайте Какой он Альт Да Ну я бы Ежели честно Лучше на контрабасе играл Уж больно он Мне нравится А что? Вам бы подошел Этот инструмент Вы мужчина Крупный Справитесь Но Если конечно Мы имеем ввиду Обычный контрабас А какой необычный? Ох Муза Мелодиевна Интересно вы рассказываете Даже не хочется Чтобы наш троллейбус Быстрее чинили Спасибо Голубчик Когда Выйдет Моя книга О музыке Я Непременно Подарю вам Экземплярчик А история Необычного Контрабаса Вот какая Мастера Как-то решили Что размеры Контрабаса Недостаточно Велики Не позволяют Они Видите ли Инструменту Издавать Очень низкие Звуки Да вроде он так Басовито звучит А им не хватало И они Придумали Октобас Он Гораздо Гораздо Больше Обычного Контрабаса Который Вообще-то Имеет Размер Около Двух Метров В длину Выше Человека А эти Новые Гиганты Доходили До трех Впрочем Самый Большой Был Ростом Около Четырех С половиной Метров Так-то Это же Благодите Как если Б мой троллейбус Был Двухэтажным И как на этом Октобасе Играть Ой, дружочек Не спрашивайте Предполагалось Делать это Вдвоем Ишь ты Один что ли На стремянке Стоит и струны Жмет А другой На полу Смычком Водит Или дергает Струну Так и было Кстати Прием Когда музыкант Играющий На скрипке Виолончели Или контрабасе Не использует Смычок А дергает Струну Пальцами Называется Пиццикато Это как пицца Почти Пиццикато Итальянское Слово Как Впрочем И все остальные В музыке Так вот Хотя мастера И добились Действительно Низкого Звучания Октобаса Вы не поверите Голубчик Если изготовить Инструмент Играющий Еще более Низкие Звуки Человеческое Ухо Их уже Просто не Услышит И все же Октобас Не особенно Широко Используется Все таки Он не слишком Удобен А звук Его Несмотря Ни на что Не особенно То силен И красив В общем Без них Оркестры Обычно Обходятся Просто К четырем Струнам Обычного Контрабаса При необходимости Добавляют Пятую Более толстую Ну оркестры Замечательное А у А у Виолончели Звук Звук Просто Волшебный Согласна Подумать Вы так Вы и так Интересно Рассказываете Не А чудно Все таки Они играют На этих Скрипких Вилончелях С мычками Туды-сюды Туды-сюды Дружочек Степаныч Смычок Это Совершенно Волшебная Вещь Именно Он Помогает Этим Инструментом Их так и Называют Смычковые Петь Вы подумайте Когда мы поем Одна нота Один звук Плавно Переливается В другой Даже Выражение Такое Песня Льется А например Фортепиано Пианисту Невероятно Сложно Добиться Такого Вот Плавного Льющегося Звучания Ведь Это Инструмент Ударный Ударный Конечно Стукнул По клавише А она Мягким Молоточком По одной Струне Затем По другой Две Совершенно Отдельные Ноты Чтобы Музыка Лилась От Пианиста Требуется Мастерство А мелодия Скрипки Именно Течет Эта Плавность Текучесть Звука Заложена В самой Природе Инструмента Или Арфа Тоже Каждая Струнка Отдельно Звучит Если Скрипка Это Ручей То Арфа Она Как дождик Скорее Отдельные Капли Ох Красивая Это Ваша Арфа Прям Статуя Какая-то Но Большая Верно Дружочек Инструмент Просто Невероятный И вот Вы Драгоценный Мой Ворчите Что Видите Ли Вынуждены Завесить От двух Проводов А вот Арфистам Необходимо Постоянно Поддерживать В порядке Сорок Семь Струн Сорок Семь Впрочем Есть Арфы Которые Имеют И семь Десять Просто Некоторые Струны Дублируются Повторяются Так Инструмент Звучит Более Насыщенно Представляете Как трудно Настраивать Арф Добиться Чтоб Каждая Из Ну Хорошо Пусть Из сорока Семи Струн Каждая Чтоб Звучала Чисто Пока Доберешься До последних До верха Низы Уже Расстроены Можно начинать Сначала Беда Музыканты Шутят Что Арфист Играет Всего-то Десять Процентов Времени А остальные Девяносто Процентов Времени Настраивает Арфу Не Моему Петьке Арфа Не подходит Это ведь Женский Инструмент Батюшки Как можно Если хотите Знать Изначально Арфа Инструмент Именно Мужской Вы Представляете Себе Кельтскую Арфу Она Гораздо Меньше Привычной Нам Но Вспомните Символ Ирландии Так вот Голубчик Большая Арфа Классическая Она Стоит В концертном Зале Или В театре А Кельтскую Музыкант С собой Возит Барышни Среднего Роста Такая Арфа Почти По плечу Это ж вам Не флейта Да уж Тяжеловат Ей Пожалуй А Мужчине В самый раз В Европе В европейских Оркестрах Арфистов Мужчин Чуть ли не Больше Чем Женщин А у нас Вот Наоборот Так что Подумайте Не Все равно Мальца своего На арфу Не отдам И кто Я такую Выдумал Как и Все Струнные Инструменты Первобытные Люди И Арфа Кстати Сказать Из всех Оркестровых Струнных Инструментов Прошла Прошла Самый Короткий Путь В смысле Больше Всех Своих Собратьев Похоже На охотничий Лук Из которого Стреляли Наши Древние Предки А и верно Похоже Неужто Арфа От лука Произошла Не только Не только Голубчик Охотничий Лук Предок Всех Струнных Инструментов И скрипки И альта И виолончели И контрабаса Но Говорю же Арфа Меньше Всех От лука Отличается Ну Раз Не хотите Арфа Приходите С сыночком В класс Скрипки Это Подожди Только Это Что ж Ему потом В эту В консерваторию Поступать И в оркестре Играть В симфоническом Почему Непременно В симфоническом Ну как же Моцарт Там Чайковский Где еще Скрипка нужна Федор Степанович Голубчик Скрипка Она же Абсолютно Любую Музыку Исполнять Может Да хоть Да хоть Песенку любую Возьмите Без скрипки Никуда Я думаю Ваш Петенька Да и все Мы Прекрасно Знаем Вот эту Песню Представьте Как бы Она звучала Без скрипки Недавно Я видала Как луна В сосновых Ветках Заблудилась И заснула Ты мне Веришь Или нет Веришь Мне Или нет Я тебе Конечно Верю Я Я И сам Все Это Видел Из окошка В прошлый Вечер Это Наш С тобой Секрет Наш С тобою Секрет Да Я тебе Конечно Верю Ну Что ж Ваш аварий Кто не едет И в самом деле Наверное Придется Идти пешком До музыкальной школы Уже На урок Опаздываем Я Сегодня С ребятками Хотела Поискать Диатонические Секвенции В нюрнбергских Мистер Зингерах Да я вам Помогу Вы Разбираетесь В полиритмии Просодики Рихарда Вагнера Не В троллейбусах Да вы сидите Я вас до остановки Докачу Батюшки А провода А ты как же Куда вы Федор Степанович А ну их Погони Вон На одной струне Как играл И троллейбус Поедет Да я его Сам дотолкаю Подумаешь Полкилометра Всего И взяли Ну давай Давай Вы Голубчик Просто таки Погони Не троллейбусного Дела Виртуоз Ну же Еще Чуток Покатили Знакомьтесь Музыка Аплодисменты Аплодисменты